Всем здарова, народ! Вы находитесь на канале Cushion in the Vape. И сегодня мы поговорим о моей любимой компании X-Star. Она мне наслала два устройства. Первое устройство это вот такой вот блок питания. Вкратце буквально о нем поговорим. И второе устройство более интересное для меня это вот такой вот Powerbank. Давайте мы с вами для начала рассмотрим вот этот блок питания от компании X-Star. Упаковка выглядит следующим образом. Здесь все необходимые сертификаты, предупреждения, предостережения, штрих-коды. Сзади у нас в принципе вся необходимая нам информация. Давайте я вам покажу этот блок и зачитаю, собственно, потому что в комплекте у нас больше ничего нет. Вот такая вот простенькая коробочка. Скудненько немножечко выглядит. Даже нету кабеля. Здесь кабель у нас Type-C. Нет никакого вообще кабеля. Но блочок выглядит стиле Apple. То есть выглядит это прям потрясно. Мне нравится. Я как только достал, я прям кайфанул. Все такое белое. Здесь все сертификаты, предупреждения. Здесь выход Type-C. Здесь логотип компании. Здесь у нас европейский разъем. Но помимо европейского разъема мы его поднимаем наверх. У нас встречает американский разъем. Допустим, если вы живете в Штатах, либо в Китае. Если я не ошибаюсь, в Китае тоже такой разъем используется. Если нет, мы его просто вот убираем наверх. И вот эту штучку мы обратно одеваем. Давайте теперь поговорим о технических характеристиках. Модель Type-C 4. Потом импут от 100 до 240 Вт. 50-60 ГГц. 1,3 А. Аутпут от 5 Вт. 3 А. 9 Вт. 3 А. 12 Вт. 3 А. Далее 15 Вт. 3 А. 20 Вт. 2,25 А. Вот, собственно, вся как-то информация касаемо данного устройства. Ни макулатуры, ничего больше нет. Но я вам скажу так. Я его хорошо погонял. Я им попользовался. Да, я заряжал им и телефон. Потому что у меня Samsung. То есть Type-C. Все как надо. Я заряжал какие-то, допустим, другие девайсы с Type-C. Тот же самый Powerbank. Он также идет на Type-C. И довольно неплохая, быстрая зарядка. То есть очень хороший блок питания. У кого-то даже ноутбуки есть Type-C. Короче, если вы хотели бы приобрести какой-нибудь блокчок, но не знали, дабы не напороться на какую-нибудь ноунейм-компанию. Я бы посоветовал именно вот эту штуку от компании X-Star. Очень прикольно. Очень красиво выглядит. И я не думаю, что она будет дорого стоить. Теперь давайте мы с вами перейдем вот к этому лоту. Он мне больше интересен, он мне больше импонирует, потому что я им пользуюсь каждый день. Я давно себе хотел Powerbank. У меня есть, но он довольно-таки маленький. Но вот пришел вот такой вот большой. И я сейчас покажу и расскажу, в чем его особенность. Коробка выглядит у нас следующим образом. Здесь мы сразу видим наше устройство. Здесь название. То есть это PB2C Portable Powerbank Charger. Вся необходимая информация, куча информации. Если кому будет интересно, нажмите на паузу и почитайте. Самое интересное. Этот Powerbank поддерживает аккумуляторы формата 18650, 18700, 20700, 21700. Вот, давайте мы его раскроем и посмотрим поближе. В комплекте у нас есть вот такая вот макулатура. Очень огромная, на всех языках. Кому будет интересно, нажмите на паузу, почитайте. Ну, либо все характеристики вы в любом случае найдете в интернете. Также в комплекте нас встречает кабель Type-C. Это уже хорошо, потому что с блоком питания его не было. Ну вот и, собственно, следующим образом выглядит наш Powerbank. Здесь у нас такой небольшой экранчик, здесь у нас крышечка X-Star. Крышечка открывается следующим образом. То есть по бокам есть разъемы, мы открываем. Есть два отсека под аккумуляторы, шнурочек. Здесь все написано, плюс-плюс. То есть все довольно-таки понятно. Закрываем. Сзади не вся необходимая для нас информация. Давайте, допустим, мы распакуем из комплекта наш кабель Type-C. И вставим аккумуляторы формата 21700. Также к делу компания X-Star производит аккумуляторы. Они мне прислали два аккумулятора. Один 21700 на 4200 мА час 40 А. То есть это прям вообще бомба целая. И следующий они мне прислали на 18650, 2600 мА, 35 А. То есть аккумуляторы выглядят вот таким вот следующим образом. Довольно-таки симпатичные, в такой вот голубенькой оплёточке. Но мы поставим вот этот аккумулятор один. И поставим аккумулятор от компании Galicia. Это тоже моя любимая компания по производству зарядок, для всяких устройств девайс и по производству аккумуляторов. Давайте мы вставим аккумуляторы. И попробуем, не знаю, подключиться, допустим, к моему телефону. Когда мы вставляем аккумуляторы, на экране у нас ничего не происходит. То есть сбоку есть такая кнопочка. Если её нажать, то у нас, соответственно, включится экран. Экран выглядит следующим образом. Довольно хороший, читабельный экран. Показывает, что 30% зарядки. 0 А подаётся. Мы берём мой телефон, вставляем его. И у нас пошла зарядка. Пишет, что 59 минут до полной зарядки подаётся на телефон 1,5 А. То есть 8,9 Ватт и 1,4 А. 30%. Вот, посмотрите. Подаётся вот такое вот напряжение. Довольно хорошее. 1,4 А. Ну, с учётом того, что он подсевший аккумулятор. Если аккумуляторы будут полностью заряжены, он, соответственно, будет больше выдавать. Вот. Уже получается 1,5 А. То есть немножечко повысилось. Но, в принципе, если зарядка будет больше, он будет повышаться. Давайте мы подключим другое устройство. Подключим электронную сигарету. Но не с кабелем Type-C, а с простым microUSB. А, к сожалению, MyBlue у меня уже зарядился. Но вы можете увидеть, как это работает. В принципе, в режиме PAST. То есть сейчас пока подаётся 0,1 А. То есть он уже заряжен. Он даже, можно сказать, не заряжается. Вот 0,0 А. То есть сбросилось. И вот видите, на момент зарядки, ну, то есть как устройство полностью заряжено, я сейчас затянусь. Сразу датчики начнут показывать. Как вы можете увидеть, у нас меняется значение на экране. Подаётся 5,1 Вт. Уже 0,6, если не ошибаюсь, было Ампера. Потому что 0,1 уже сбросилось. Короче, это очень хорошо работает. Мне нравится эта штука. Уже 29% аккумулятора. Нужно, кстати, зарядить. Не забыть. Потому что очень сильно эта штука меня выручает. Я её беру с собой на работу. Я её беру с собой куда угодно. Мне хватает всего лишь взять там 2 аккумулятора 21700, 20700, 18650. Я даже не пользуюсь. И мне хватает его прям, ну, минимум дня на 3. Заряжать постоянно телефон. Заряжать постоянно тот же MyBlue. Как бы я прям вообще по кайфу. Да, и кайфую от данного устройства. Ну, чё, друзья. Не знаю. Давайте подведём такие небольшие итоги. Да, очень прикольный стаф. Очень прикольный лут от компании X-Star. Это вот такой вот блок. Это вот такой вот Powerbank. Если вы давно себе хотели Powerbank не с вшитой какой-то липолечкой, которая может сесть, умереть. И вы с ней, собственно, ничего не сделаете. То вот продукт от компании X-Star по-любому вам, я думаю, зайдёт. Любой формат аккумуляторов, кроме пальчиковых, там, мизинчиковых. Ну, вы понимаете, о чём я говорю. То есть, те же самые 18650 вы можете закидывать сюда. И будет прям на ура. И блок питания, чтобы вы могли заряжать ваше устройство очень быстро. С очень хорошей зарядкой на новых, собственно, кабелях Type-C. Я надеюсь, в скором времени все перейдут с microUSB на Type-C. Потому что это очень прикольно. Это очень хорошая, быстрая такая вот зарядка. Ну, и также, друзья, я хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Рождество, вот, вроде бы, уже вчера было прошло. Ну, на момент записи данного видео. Компания X-Star вас тоже поздравляет с Рождеством и с наступающим Новым Годом. Поэтому ссылки на ребят я оставлю в описании под этим роликом. Залетайте, смотрите. Если вам нравится, заказывайте. Потому что я пользуюсь. Это вообще прям реально кайф. Если вы пользуетесь данными уже устройствами, напишите мне фидбэк в комментариях. Нравится вам или не нравится. Посмотрим, совпадает ли наше мнение. Но я вам реально рекомендую. Компания X-Star, еще раз напоминаю, поздравляет вас с Рождеством и с наступающим Новым Годом. У них скидки, у них акции, розыгрыши, подарки. Залетайте к ним на сайт, в инстаграм, в разные их группы. И будьте счастливы. Всем огромное спасибо. Что касается меня, так это лайк, дизлайк, подписка, отписка. Вы знаете, друзья, что делать на моем канале. Ну и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok